Я огонь, а я спичка, а занька сестричка. В детском саду номер 3 состоялись увлекательные спортивно-познавательные соревнования под названием «Юный пожарный». Его участниками стали две команды, составленные из воспитанников подготовительной группы. Малыши в красных футболках – команда «Искорки», их соперники в белых футболках – команда «Огоньки». Вновь, как и прежде, в роли организатора соревнований выступила инструктор Ярцевского отделения ВДПО Ольга Голубкова. В тесном контакте с педколлективом 3-го сада она находится достаточно давно и провела с его воспитанниками уже не одну профилактическую беседу. Всем хочу сказать огромное спасибо за то, что приглашают, откликаются. Что в планах? Что в планах? Ну, что в планах? Во-первых, подводим итоги «Останови огонь» уже подвели, да, в планах поработать со всеми остальными. Это были в прошлом году старшие подготовительные, теперь мы старшие подготовительные проводим уже развлечения. Позвонить в службу 01, как можно быстрее одеть пожарную спецодежду, залить водой разгоревшийся огонь, быстрее всех размотать пожарный рукав и, пройдя по узкой темной трубе, спасти от беды свою любимую игрушку. Все эти задания малыши выполняли с неподдельным детским азартом, стараясь победить команду соперников и во что бы то ни стало выйти вперед. Впрочем, зоркая око членов жюри ничуть не дремала и по всей строгости судейства выносила свой окончательный вердикт. Маленькие детки, как вы знаете, они любят яркие образы сказочных персонажей, поэтому мы в своей работе очень часто стараемся представление материала учебного, воспитательного театрализовать, то есть привлечь каких-то героев. Конечно, подготовить такое мероприятие в одиночку невозможно. Это труд, колоссальный труд множества педагогов. Вот сегодня в мероприятии это Ирина Викторовна Михалочкина, это педагог группы и инструктор по физическому развитию у нас. Это Иванова Марина Анатольевна, учитель, логопед, это герой «Огонек» и «Спичка». Это инструктор ВДПО Голубкова Ольга Ивановна за то, что ей низкий поклон. Она, конечно, молодец, приходит, нас подвигает на такие мероприятия. Это и музыкальная руководитель Устиненкова Елена Владимировна, это и Полякова Елена Геннадьевна. Вы знаете, я хочу отметить роль каждого воспитателя. Как вы уже догадались, наверное, в конечном итоге победителем соревнований стала дружба. И та, и другая команда набрала одинаковое количество баллов, и членам жюри не оставалось ничего иного, как наградить исключительно всех участников эстафеты. Помимо памятных медалей, малышам вручили сладкие призы и сфотографировали на память.